19 февраля на телеканале Видное ТВ прошел благотворительный марафон, в ходе которого проводился сбор средств для Влада Синилкина. Напомню, Влад попал в автомобильную катастрофу и получил серьезные травмы. Сегодня у нас в гостях инициаторы марафона с предварительным итогом сбора средств для мальчика. Депутат Ленинского городского округа, председатель Торгово-промышленной палаты округа Владислав Рымша и исполнительный директор отделения Торгово-промышленной палаты округа Максим Арапов. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, правильно я понимаю, что сбор средств идет до сих пор? То есть средства поступают на счет? В рамках марафона средства поступали до 8 числа, но уже сегодня 1 мая, марта, и деньги до сих пор поступают. Существует какой-то средний чек пришедших денег, и сколько всего на сегодняшний момент людей совершили пожертвования? Ну, количество людей, которые сделали подобное пожертвование, их на сегодняшний момент более 300 человек. Суммы разные, от 500 рублей и заканчивая 200 тысячами рублями. Ну, а можно ли составить какой-то некий, может быть, социальный портрет человека, что это предприниматели, это обычные люди, это, не знаю, медики, это женщины, это мужчины? То есть есть какой-то или совсем никак? Ну, сложно определить. Самое главное – это те люди, которые действительно неравнодушны к судьбе Владислава, и те люди, которые действительно переживают и вот таким образом пытаются его поддержать. Ну, я знаю, что уже какие-то суммы отправляются для того, чтобы купить какие-то средства реабилитации, так ли это? Да, действительно, вот на собранные средства уже была приобретена, сделана первая покупка, была приобретена коляска для Владислава, действительно серьезная именно для семьи для Владислава покупка, потому что без данной коляски ему сложно передвигаться. Данная коляска обошлась 190 тысяч рублей. А всего, вот, наверное, самый главный вопрос, сколько всего было собрано и какова сумма, может быть, необходимая была, дойдет ли до этой суммы в конце концов? Ну, мы вообще рассчитывали, что мы дойдем до миллиона рублей, вот такая была цель, на сегодняшний момент собрано более 800 тысяч рублей, вот, но я надеюсь, что если деньги до сих пор поступают, и наверняка не будут поступать, скорее всего, мы до этой суммы доберемся. А как люди, вот помимо нашего марафона, понятно, там, скажем так, били во все колокола, и понятно, что люди видели это, и люди отправляли деньги. Сейчас, на ваш взгляд, как люди узнают об этом? Это какое-то сарафанное радио или что? Да, это уже, на самом деле, сопереживающие люди, которые отправили деньги, это активисты, общественники, депутаты нас поддерживают в социальных сетях, они уже распространяют через свои контакты, через свои социальные сети сегодняшнюю повестку, и, соответственно, оттуда уже поступают денежные средства. Так как Владислав правильно сказал, что 28-го числа мы свой марафон и оповещение прекратили, но люди подхватили эту волну, и по сей день, даже на сегодняшний день, уже идут те же самые поступления, не останавливаются. Ну, я думаю, что, на самом деле, и наша вот эта небольшая встреча, вот это определенное предведение итогов тоже, может быть, окажет какое-то информационное воздействие на людей, и кто-то, может быть, тоже, посмотрев наши новости, решит сделать вклад в доброе дело. И я предлагаю вам, наверное, обратиться к людям, может быть, с какими-то добрыми словами, со словами, с одной стороны, благодарности, а с другой стороны, может быть, призыва принять участие в этой замечательной, на мой взгляд, акции. Дорогие друзья, общественники, люди общественного мнения, лидеры общественного мнения, депутаты, люди, которые неравнодушны, телеканал «Видное ТВ», и у нас очень много разных направлений, кто этим занимается, Дарья Фиватова, всем вам огромное спасибо за помощь, за поддержку, без вас мы бы не справились, это совершенно точно. Я хочу сказать, что мы занимаемся хорошим делом, вам огромная благодарность, ну и, соответственно, нашему бизнесу, это отдельные слова благодарности, которые никогда не остаются в стороне, не остаются равнодушными, это социально активный бизнес, социально ответственный бизнес, вам отдельная честь и хвала, спасибо. — Хотелось бы слова благодарности сказать жителям нашего города, ну не просто города, наверное, а жителям нашего Ленинского городского округа, потому что действительно беда нас объединяет, и вот то желание помочь, которое возникло у людей обычных, да, которые присылали деньги на расчетный счет, на карточку отправляли, это, конечно, достойно похвалы. Поэтому я хотел бы благодарить всех, кто принял участие в судьбе Владислава, и также хотел бы попросить, чтобы по окончании данного марафона все-таки помощь Владиславу не заканчивалась, и люди должны продолжать всячески помогать, не только деньгами, но и, скажем так, психологически и морально. Поэтому большое спасибо всем, кто принял участие в жизни Владислава и помощи. — Ну, я в свою очередь, наверное, тоже хочу сказать от своего лица или от лица своих коллег, сказать спасибо вам, как инициаторам этого замечательного марафона, и спасибо сказать всем тем людям, которые приняли в нем участие. И спасибо вам, что пришли сегодня к нам на эфир. — Спасибо. — А я напомню, что мы беседовали с депутатом Ленинского городского округа, председателем торгово-промышленной палаты округа Владиславом Рымшей и исполнительным директором отделения торгово-промышленной палаты округа Максимом Араповым. К другим новостям.